Возвращаемся к событиям в России. В Москве следили к сотрудникам ФСБ Максима Цуканова и Игоря Крабицына. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Цуканов проведет за решеткой 5 лет, Крабицын 6. За процессом следит наш корреспондент Александр Лансков. И сейчас он выходит на прямую связь со студией Live. Саша, приветствую тебя. Рассказывай, как проходил процесс. Ну, здравствуй, Илья. На самом деле, вот началом всему в 2014 году еще послужили публикации наших с тобой коллег-журналистов. Дело в том, что именно два года назад несколько постановлений и указов Федеральной службы Росалкогольрегулирования регламентировали повышение акцизов и, собственно, самой крепкой алкогольной продукции. После чего в ряде СМИ появились критические статьи по этому поводу. И вот этим решил воспользоваться сотрудник ФСБ, руководитель управления экономической безопасности Максим Цуканов. Он решил, что таким образом можно получить экономическую выгоду, несколько сотен тысяч долларов. И получить эту сумму он планировал с руководителя Росалкогольрегулирования. Для этого он использовал своего знакомого и коллегу Игоря Коробицына, который как раз курировал ФСБ деятельность Росалкогольрегулирования. И вот они замыслили вместе со своим коллегой получить один миллион сначала долларов с руководителя Росалкогольрегулирования. И, собственно, вот какая была мотивация. Они сказали чиновнику, что если он даст им миллион долларов, то они, воспользовавшись своим служебным положением, прекратят публикации критического характера во всех СМИ, которые могут это, в принципе, себе позволить. В ответ на это, естественно, директор Федеральной службы не обратился, собственно, в службу собственной безопасности ФСБ. И буквально на следующий день уже сотрудников ФСБ, вымогавших деньги, задержали при попытке взять 800 тысяч долларов. При этом 100 тысяч из них были настоящие. И вот остальные 700 были муляжом. Собственно, на этом сотрудники ФСБ и погорели. Вот сегодня организатор этой преступной схемы, Максим Цуканов, свое лицо закрывал от камер. Но и, собственно, суд никаких смягчающих обстоятельств, которые предоставляли адвокаты подсудимых, не стал учитывать и принимать во внимание. И назначил наказание организатору схемы лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима. И штраф 700 тысяч рублей. А вот его подельнику, знакомому, который, собственно, курировал деятельность Росалкогольрегулирования ФСБ, Игорю Карабицкому, назначил на год больше. То есть 6 лет лишения свободы и такой же штраф 700 тысяч рублей. Вам слово в студию. Да, Саша, большое спасибо. Еще одном громком процессе над силовиками рассказал наш корреспондент Александр Оландсков. Он был на прямой связи со студией Life. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова